В середине июля информационное пространство взорвало новость о том, что в России собираются запретить восстановленные запчасти. В частности, речь шла о бывших в употреблении сидениях, иммобилайзерах, каталитических нейтрализаторах, а также элементах тормозной и рулевой систем. Объяснялось это просто, хотя и не совсем понятно. Повторно использовать эти детали небезопасно. Проект поправок в технический регламент разрабатывался на МИ под чутким руководством Минпромторга. За основу авторы документа взяли правила Организации Объединенных Наций. То есть там было скопировано правило ООНСК, в котором сказано, что бывшие в употреблении детали, такие как рулевые системы и прочие, невозможно устанавливать на автомобили. Но на автомобили новые, на заводах производителя, они это убрали. Вполне ожидаемо документ подвергся резкой критике, как со стороны независимых автосервисов, которые специализируются на восстановлении деталей, так и со стороны водителей. Ведь все понимают, если поправки вступят в силу, стоимость ремонта систем, оказавшихся под запретом, увеличится в десятки раз. Ну, например, возьмем автомобиль Мерседес, М-класса, рейка у нас стоит плюс-минус 15 тысяч рублей, новая рейка стоит 150 тысяч рублей. Если мы берем электронные рейки рулевого управления, это цена от 100 до и выше 200, есть такие примеры. Стоимость ремонта у нас от 10 до 40. Против поправок активно выступал Союз автосервисов, созданный в период пандемии коронавируса. В том числе и благодаря стараниям представителей этой организации проект будет пересматриваться. Как телеканалу Автоплюс сообщили в Минпромторге, теперь изучается вопрос о запрете применения восстановленных деталей лишь при внесении изменений в конструкцию кузова. То есть ремонта это не коснется. Во всем мире практика восстановления агрегатов существует давно и довольно-таки успешно. Агрегаты восстанавливались, заводы по производству комплектующих существуют, никто никого не запрещал никогда. Как ожидается, поправки в техрегламент в том или ином виде вступят в силу не раньше 2022 года. Властям предстоит не только сформулировать окончательный вариант документа, но и установить штрафы за выявленные нарушения, а также определить методы контроля.